В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Игорь Зиганшина. Знаковое событие для православных верующих, особенно в дни Великого Поста, в Россию вернулся кровоточащий образ спасителя. 15 лет назад святыню были вынуждены вывести, чтобы спасти от уничтожения. Дело в том, что когда икона стала кровоточить, к дому, где она хранилась, начали ездить паломники. Вандалы пытались подвергнуть сомнению чудесные свойства иконы, однажды ее нашли полностью изрезанной. Тогда хранители иконы вывезли ее за пределы страны. И вот теперь самарцы, первые из россиян, могут воочию увидеть чудо. Кровь стекает по иконе, заливая лик спасителя, свертывается и собирается в сгустки. Одно из зричайших явлений – кровоточащая икона – предстала перед верующими в Самарском храме Кирилла и Мефодия. Чудо произошло 15 лет назад в Оренбургской области в доме семьи Ефимовых. Да, конечно, испугались, потому что в доме стоял терпкий запах крови. Это было страшное знамение, я вам скажу. Но к чему оно, никто не знает. Один только ведает Господь. Сначала образ спасителя начал мироточить. Вместе с ним еще более 20 икон в доме выделяли миро. Паломники со всей России и не только приходили поклониться чудотворным иконам. Момент, как капелька крови выступила на образе, очевидцы вспоминают до сих пор. На лбу, где у спасителя терновый венец, оттуда стали удеряться крови. Это было просто на глазах. Мы читали вот Акафиста, это спасителя, и просто на глазах на наших выходила кровь. Это было чудо. Это вот икона, даже спасителя кровоточили. Это обыкновенная картонная икона. Вместе с кровоточащим образом спасителя в Самару привезли еще несколько чудотворных икон. Одна из них останется в храме в Новокуйбышевске. Еще одна кровоточивая икона Матери Божьей в заскании погибших в Самаре в храме Кирилла и Мефодия. Сейчас эти иконы от нас увезут, но надо всегда помнить, что любая икона искренне верующему человеку может быть чудотворной и через любую икону Господь может сотворять чудеса. И не только через икону, а и через молитву, через всякое доброе дело, через всякое приближение к Богу. Поэтому вот это важно помнить для того, чтобы трезво относиться к чудесам. Десятки верующих пришли в храм приложиться к чуду. Каждый просит о своем. Хранители икон рассказывают, те не раз совершали чудеса. Женщины, просившие о ребенке, вскоре узнавали о беременности, а больные исцелялись. Из Самары святыня отправится в Ульяновскую область, а потом, до самой Пасхи, совершит паломничество по городам Белоруссии. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События. К другим темам мусоровозы возьмут в заложники. Так, власти Самары намерены бороться с несанкционированными свалками. За четыре года их объем уже сократился в три раза. Сейчас главная проблема – промышленный и строительный мусор. Как будут приучать к чистоте и порядку недобросовестных граждан, выясняла Анастасия Зубарева. Чисто там, где не ссорят. Многие строительные организации и частные лица об этом правиле забывают и перекладывают ответственность за собственный мусор на плечи городских властей. Горы строительных и промышленных отходов, вываленные под покровом темноты, создают несанкционированные свалки, портят внешний вид города и наносят ущерб муниципальному бюджету. Привлечь к ответственности водителей КАМАЗов непросто, а тех, кто за ними стоит, еще сложнее. В прошлом году было установлено более 60 фактов несанкционированного сброса мусора. Однако, как правило, владельцы автотранспорта, на котором перевозят отходы – частные лица. Для них штраф не более 2000 рублей. За нанесение ущерба экологии взыскиваются более крупные штрафы. В суде сейчас рассматриваются четыре подобных иска. Здесь к общему делу чистоты в городе подключается природоохранная прокуратура и Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Городские власти делают особый акцент именно на взаимодействии ведомств всех уровней. По результатам этого совещания мы договорились отработать более подробный алгоритм взаимодействия. Это уже случится в ближайшие две недели. Для того, чтобы с началом весеннего и летнего сезона, когда эта проблема традиционно обостряется, нам уже быть во всеоружии, и чтобы результаты этого года были заметны. Более оптимистично складывается ситуация с частным сектором. Строительство новых контейнерных площадок, камеры видеонаблюдения и постоянные рейды дали свои результаты. Решить наболевший вопрос удалось практически на 100%. С целью предотвращения образования несанкционированных свалок в районах индивидуальной застройки, а также организации централизованного сбора и вывоза и удаления отходов в территории частного жилого фонда в рамках бюджетного финансирования установлено на сегодняшний день всего 260 площадок, в том числе 190 бункерных и 70 контейнеров. В борьбе с несанкционированными свалками в лидерах оказался Кировский район Самары. Его руководство разработало собственные меры борьбы – задержание машин на месте сброса мусора и их конфискация до полного устранения нарушения. Решить проблему по городу в целом невозможно без активного участия самих горожан. Узнать, как реагировать на то или иное нарушение и куда обращаться, можно на федеральном сайте активныйгражданин.рф. А муниципальные власти ждут от горожан фото и видеосигнала о сбросе отходов, которые могли бы послужить доказательством нарушений в суде. Анастасия Зубрева, Алексей Золотенков, События. Тем временем в Самаре началась подготовка к месячнику по благоустройству. На оперативном штабе руководители профильных департаментов и главы районных администраций обсудили планы работы. Генеральная уборка города начнет с 1 апреля. В этом году в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне список необходимых работ значительно расширен. Кроме уборки и вывоза мусора, ремонта контейнерных площадок, уборки незаконной рекламы, очистки остановочных павильонов и фонтанов в областной столице приведут в порядок все памятники и мемориальные таблички. Благоустроят места захоронения погибших воинов. Как и в прошлые годы, на уборку вместе с городскими службами выйдут и инициативные жители. Мы надеемся, что в этом году также достаточно активно будет участие, откликнется и молодежь, волонтерские какие-то направления движения. Мы готовы, как и раньше, всех обеспечить шансовым инструментом, вывести весь собранный мусор. Генеральные уборки должны присоединиться и предприниматели. Благоустройство территории рядом с офисами и магазинами, прямая обязанность их владельцев, в противном случае им грозит штраф. Порядка полусотни проверок и такое же количество административных предписаний в этом году уже было выдано недобросовестным продавцам за торговлю некачественным товаром. Рейды по торговым точкам проводили городские власти, специалисты Роспотребнадзора, сотрудники прокуратуры, а также члены общественной организации «Союз потребителей». В основном объектами проверок стали сетевые магазины «Самары». В первую очередь искали просроченную продукцию. Вот этот рабочий процесс должен происходить каждый день до прихода журналистов, понимаете, общественников, администрации. Начинаете? Хорошо, пойдемте, я вам покажу, что мы нашли. К приходу журналистов, общественников и покупателей сотрудники магазина были явно не готовы. На стеллажах лежали продукты, срок годности которых закончился. Смотрите, молоко. Все сегодня, в 2 часа ночи срок у него истек. То есть сегодня с утра вы должны были его снять. Молочный отдел магазина особенно отличился. В ходе проверки торгового зала общественники обнаружили несколько бутылок с просроченным молоком, питьевым йогуртом, а также просроченные глазированные сырки. Просто вот вечером не сняли, скажем так, продукцию, а утром еще не успели. У нас просто оператор молочного отдела сегодня выходная. Убрать просроченную продукцию с прилавка – прямая обязанность директора по свежести, который в этот раз со своей работой не справился. Теперь его ждет дисциплинарное взыскание. Общественники советуют покупателям проверять срок годности продукта перед покупкой. Но, как правило, это делает лишь молодежь. Всегда смотрю. Просто бывали случаи в других магазинах. Поэтому. И маленький ребенок плюс. Поэтому заботится о себе, о здоровье своих близких. Нарушения обнаружились и в овощном отделе. На некоторых лимонах, плесень, томаты давно утратили товарный вид. Для нас покупатель – это главное. Мы с ними работаем. Мы хотим, чтобы они приходили в наши магазины. И хотим, чтобы на наших полках всегда был свежий товар. Будет дисциплинарное взыскание. Ну и, естественно, проверка товара будет вестись в срок с тем графиком, который определен в данном магазине. Самарские покупатели отмечают – такие рейды играют роль. Просроченной продукции на прилавках супермаркетов стало меньше. Меньше. Тысяча процентов меньше. По всем магазинам меньше просрочки стало. За счет общественного контроля, наверняка, точно. Помимо общественников, магазины постоянно проверяют городские власти, специалисты Роспотребнадзора и городского департамента потребительского рынка. В этом году вынесено уже порядка 50 предписаний о выявленных нарушениях. В случае, если права считаете нарушенными, обращаться в администрации, в общественные организации, в органы полиции, надзора. То есть защищать свои права всеми возможными, доступными, законными способами. Надо просто продолжать работать и эту работу делать системной. То есть не ограничиваться одним-двумя рейдами с администрацией, а делать из этого систему и рейды проводить на систематической, постоянной основе. В отношении руководства магазина составили информационный лист, где указали все выявленные нарушения. Затем общественники направляют заявления в Роспотребнадзор и в суд. Как показывает практика, в большинстве случаев закон встает на сторону потребителя. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Ремонт 81-й Самарской школы должны завершить уже в этом году. Строители заменили фундаменты и внутренние перекрытия, укрепили стены. Как ведутся работы в здании школы, проверил первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов. 81-я Самарская школа закрыла свои двери в 2011 году. Здание постройки 1936 года заметно обветшало. Особые опасения вызывал фундамент и внутренние перекрытия. Больше 600 учеников распределили по другим учебным заведениям. Первоначально старое здание хотели снести, но городские власти нашли способ восстановить школу. По нормам нового санитарного закона на данной площади в условиях такой зажатости от автомобильных магистралей здесь школу можно было построить только на 100 человек. Это никак не удовлетворяло потребностям всего этого микрорайона, который закреплен за нашей школой. Ремонтные работы в 81-й школе начались в 2014 году. В первую очередь укрепили фундамент, заменили все внутренние перекрытия, полностью обновили крышу. Скоро приступят к утеплению фасада здания. Этот объект для нас в этом году является безусловно приоритетным. Вы помните историю, долгую историю, когда решалась судьба школы. Я очень рад, что нам удалось сохранить это здание. И после реконструкции это будут самые современные учебные заведения. И самое главное, что его емкость по количеству учеников будет такой же. По контракту завершить ремонт подрядчики должны к началу декабря. Но городские власти ставят задачу сократить сроки работы, чтобы ученики вернулись в родную школу уже к началу нового учебного года. Павел Баймаков, Лариса Шалафас, Станислав Левин. События. В субботу 28 февраля для всех желающих в Самаре пройдет экскурсия, посвященная столетию открытия в городе трамвайного движения. Она начнется в 11 утра на остановке транспорта Владимирской на улице Коммунистической по направлению в центр. Экскурсию проведет краевед Степан Смирнов. Маршрут пройдет по улицам Владимирской, Полевой, Арцебушевской до пересечения с улицы Красноармейской, бывшей Ильинской площади. Уникальный проект онлайн-шоу «Свадьба года» стартовал в областной столице. Он уже успел завоевать сердца поклонников. В прошлом году в шоу приняли участие полторы сотни влюбленных пар. Каковы условия участия и чем «Свадьба года-2015» будет отличаться от дебютного сезона, расскажет Юлия Север. Рассказать об истории своей любви всему городу и выиграть организацию «Свадьбы под ключ» в Самаре второй раз стартует проект, организованный порталом 63.ру «Свадьба года». Проект «Свадьба года-2014» стал ярким событием в жизни всего города. Наш первый и единственный в своем роде реалити-конкурс полюбился зрителям и заинтересовал будущих молодоженов. И, конечно, такой успешный дебют должен иметь логическое продолжение. И в этом году нас ожидает второй сезон проекта. «Свадьба года-2015» станет еще более грандиозным. Стать участником проекта сможет любая творческая пара, решившая связать себя узами брака. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 63.ru и поделиться с читателями своей историей любви. Заявки принимаются до 20 марта. Начало приема заявок стартует сегодня. Авторов самых романтичных, самых оригинальных в авторе пригласят на очный кастинг, который состоится уже 27 марта. Там компетентное жюри выберет пару победителей. Спонсоры и организаторы подготовили множество приятных сюрпризов. Кроме главного приза, организацию «Свадьба под ключ», среди участников разыгрываются и другие – организация «Девишника», «Мальчишника» и «Фотоуслуги». Организаторы обещают – участие в конкурсе «Свадьба года» станет ярким началом семейной жизни. Подробности о проекте можно узнать на сайте 63.ru. Юлия Север, Сергей Баскин, События. Ну а как подготовиться к свадьбе? Все детали можно обсудить с экспертами в этом деле. В Самаре на одной площадке открылось сразу две выставки – «Шарм» и «Свадьба твоей мечты». До 1 марта любой желающий может познакомиться с самыми последними тенденциями красоты и свадебной моды. Будущие молодожены могут дать волю воображению. В эти дни в экспо «Волги» можно подобрать праздничные наряды, украшения зала, заказать выездную регистрацию и выбрать фотографа. В непростой экономической ситуации специалисты предлагают массу скидок и предложений, чтобы сделать торжество незабываемым. Люди, потому что, конечно, интересуются. Все уже не хотят стандартных каких-то классических банкетов, все хотят уже каких-то оригинальных идей, воплощений. Мы с радостью здесь рассказываем, как можно сделать свою свадьбу необычной. Конечно, здесь на выставке вы найдете очень много для себя и антикризисных решений, и того, опять же, настроя позитивного, который необходим для того, чтобы свадебное торжество было уникальным, незабываемым и единственным в своем роде и в своей жизни. Еще одна выставка «Шарм» для тех, кто интересуется модными тенденциями. Такие мероприятия не просто необходимы, они нужны для людей. Они уже, как было сказано, несут светлый позитив, радость любви. В виде радостные лица, которые сегодня здесь присутствуют, мы понимаем, насколько люди живут. Живут весной, живут любовью, живут красотой. Познакомиться с последними новинками в сфере ухода за собой и решить вопросы по организации свадьбы можно в выставочном комплексе «Экспо-Волга» до 1 марта. Валерия Квасневская, Сергей Баскин. События. Продолжаем выпуск. Самарский спортивный клуб ЦСК ВВС возглавил уроженец Сызрани Валерий Краснов, сообщает пресс-секретарь министра спорта Самарской области Павел Сещенко. Краснов имеет два высших образования, 22 года проработал в органах МВД. С 2006 по 2011 занимал должность заместителя председателя правления одного из самарских банков. И к новостям спорта. На татаме вышли полсотни борцов из воинских частей, расположенных в разных регионах страны. При поддержке городской думы в Самаре прошел открытый чемпионат Самарского соединения внутренних войск МВД России под дзюдо. Рядовой Илья Леонтьев в дзюдо с детства. На татаме провел большую часть жизни. Особая честь – проявить себя на турнире в память о Герое России, делится спортсмен. Тем более, что дзюдо развивает самые мужские и доблестные качества. Отец отвел меня изначально, а потом мне уже само понравилось. И так же занимаюсь, нравится. И стержень свой формирует внутренне, то есть закаляет характер. Это чувствуется все равно. Военные из Ульяновской, Саратовской, Самарской областей и Республики Мордовия. Всего более 50 борцов из 7 регионов страны приняли участие в открытом личном командном чемпионате Самарского соединения внутренних войск МВД России по дзюдо. На татаме вышли не профессиональные спортсмены, а те, у кого спортивная подготовка – часть службы. У нас спортом занимаются все. Для этого у нас созданы все практически условия. И даже в программе боевой подготовки ежедневно предусмотрены 4 часа занятий спортом. Традиционный чемпионат по дзюдо посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. При выполнении специального задания в Чечне рядовой призывник из Самары проявил отвагу и героизм. Закрыл с собой командира от пулеметной очереди. Тогда ему еще не исполнилось и 20 лет. В честь него в городе названа одна из улиц. Его же имя носит 95-я кадетская школа. Турнир по дзюдо – еще одна дань памяти и знак уважения. Он проводится по инициативе первого заместителя председателя городской думы Николая Митрянина. По его мнению, дзюдо для Самары – знаковый вид спорта. Сама школа сохранилась. Есть люди, которые очень много отдали спорту. Дзюдо, самбо годами поддерживают, когда у нас было очень сложно. А сейчас мы на подъеме. Сейчас есть решение о строительстве дворца единоборств. Я думаю, у нас когда-то появится обязательно. Много очень секций работает. И самое главное, что много мальчишек занимается совершенно бесплатно. И я уверен, что результат будет хороший. Знаковый турнир под дзюдо в память о Герои России Евгении Золотухине проходит в несколько этапов. Финалисты самарских соревнований отправятся на чемпионат войск регионального командования. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самары ГИС на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самары ГИС. Около 200 самарских семей не могут расплатиться по валютной ипотеке. Сейчас они пытаются обратить внимание региональных властей на свои трудности и 28 февраля намерены провести пикет. Проблема выплат по валютной ипотеке коснулась многих и в правительстве сейчас пытаются ее решить. Банки с 2007 года активно выдавали населению займы под 8-11% годовых в долларах, евро, швейцарских франках и даже японских иенах. Декабрь минувшего года показал, насколько могут быть опасными займы в валюте. Платежи граждан увеличились в несколько раз, а банки только потирали руки. С 16 по 24 февраля граждане активно жаловались антимонопольщикам на стоимость молока. Только за неделю зафиксировано 47 обращений. Много жалоб вызывают цены на фрукты. За неделю поступило 46 обращений. 24 жалобы поступило на стоимость овощей. Цены на свинину и говядину вызвали недовольство 23 раза за неделю. В материалах ведомства отмечается снижение количества жалоб. Но ничего удивительного, все привыкли. Российский фондовый рынок в четверг открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1753 пункта. Среди лидеров роста акции КамАЗа, Префы Ростелекома, Мичел, Россети, ФСК ЕС. Лидеры падения – акции Алроса, Полюс Золота, Мегафона и Северсталь. Российские индексы на открытие отыгрывают повышение нефтяных цен. Позитивному старту торгов также способствовали хорошие новости из Азии, а также поступающие новости о снижении напряженности на востоке Украины. Рейтинговые действия Moody's, по мнению аналитиков, уже отыграны и к ним не вернутся в ближайшее время. Курс доллара на 26 февраля – 62 рубля 59 копеек, курс евро – 71 рубль 16 копеек. Золото стоит 2427 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 84 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 61 доллар 37 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейный болельщик выиграл машину. Областной министр спорта обещал выдать зарплату хоккеистам ЦСКА ВВС. Самарский дзюдоист – вице-чемпион Африки. Хайбула Магометов выиграл серебряную медаль открытого чемпионата Африки. Еще с одним сборником российской команды Исламом Хаметовым он отправился в Тунис за наградами. В финальном поединке весовой категории до 100 килограммов Хайбула Магометов проиграл британцу Бенджамину Флетчеру. Хаметов категории до 66 килограммов стал лишь пятым. Дмитрий Шляхтин, областной министр спорта, пообещал выделить из губернской казны 20 миллионов рублей на решение зарплатной проблемы хоккейного клуба ЦСКА ВВС. Дело в том, что Минспорт фактически является владельцем команды военных летчиков. В 2014 году клуб получил 75 миллионов рублей. Как оказалось, их не хватило на зарплаты игрока. Теперь, после того, как очередные необходимые документы на получение субсидий от ЦСКА ВВС поступили к чиновникам, они готовы перечислить деньги на счет хоккейного клуба. Шляхтин высказал недовольство в адрес спортсменов. По его словам, хоккеисты ЦСКА ВВС должны быть в центре внимания не из-за открытых писем и угроз бойкотировать кубковые матчи, а благодаря победам и высоким спортивным результатам. Напомню, на днях капитан команды военных летчиков Сергей Шиханов рассказал журналистам, что игроки не получали зарплату за декабрь, январь и февраль. На хоккейном матче «Лада Акбарс» один из болельщиков выиграл отечественный автомобиль, вручал ключи от машины президент Альятинского клуба. Еще 10 претендентов на победу получили абонементы на все домашние матчи «Лады» в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. В стартовом чемпионате клуб занял лишь 11 место в Восточной конференции и не примет участие в серии плей-офф Кубка Гагарина. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова